Давайте начнем. Python 2018. Во-первых, да, надо сказать большое спасибо такому человеку, как Сереже Лебедев. Вот, он мой большой друг, товарищ и один из самых клевых программистов, которых я знаю. И в целом, большая часть материала, которая будет вам рассказана в этом курсе, она построена на курсе Сережи Лебедева, который я тоже совсем чуть-чуть помогал делать несколько лет назад. Вот, так что, да, все, что хорошее от Сережи Лебедева, все ошибки мои. И начнем первую лекцию. Ну, вообще, рассказывать про языки программирования — это забавная штука, потому что, с одной стороны, хочется делать рассказ последовательным от начала до конца, с другой стороны, хочется рассказ делать полезным, чтобы вы уже после первой лекции могли что-то программировать. И на самом деле эти две вещи как-то друг другу противоречат. Причем первая вещь противоречит сама себе, потому что зачастую в языке все фичи друг с другом как-то взаимодействуют, и, как правило, нельзя рассказать какое-то разумное подможество языка. Собственно, Python — не исключение. Поэтому на первой лекции мы проведем такой ликбез. Покроем достаточно большое подможество Python, научимся на нем писать какие-то простые программы, может быть, не сильно понимая, что происходит. Ну, может быть, и не очень сильно простые программы. На самом деле, в первой домашке вам придется писать обход графа, и это уже какой-то такой не то чтобы сильно сложный код, но какой-то существенный код. Ну, а в остальных лекциях будем, естественно, во все это дело углубляться. Ну, и, разумеется, расскажем глобально, что такое Python, зачем он нужен и почему, собственно, мы его изучаем. Ну, давайте начнем с ответа на вопрос «Зачем учить Python?». На слайде два пункта. На самом деле, я хочу рассказать про три причины. Первая причина такая, что Python — это скриптовый язык. Что значит скриптовый язык? Значит, что на нем можно писать какую-то маленькую автоматизацию, какие-то каждодневные задачки. И в целом, если вы программируете какой-то большой проект, то наверняка, ну, внутри самого этого проекта есть какие-то подзадачки, которые надо автоматизировать. Может быть, у вас какая-то хитрая билд-система, может быть, у вас какие-то хитрые тесты. И вот такой вот код очень удобно писать на Python. То есть Python полезно учить потому, что даже если вы в будущем будете программировать на C++ или на Java или на Swift, наверное, где-то у вас в Toolchain какой-то маленький кусочек на Python написан будет. И вам это знание поможет. Из последних примеров, где вот такое мне встретилось в реальной жизни, я ковырялся в компиляторе Swift, который написан на C++. И понятно, как это компилятор, он работает с синтаксическими деревьями. Синтаксические деревья — это какие-то очень развесистые штуковины, потому что, ну, в языке Swift есть дофига конструкций, выражения, классы, функции, выражения миллионов видов, и писать все их руками очень муторно на языке C++. Поэтому в Swift написан код на Python, который генерирует код на C++, который уже потом описывает все эти структуры данных. Ну и в целом, да, наверное, тут еще такой подпункт, что если вы когда-нибудь в середине ночи просыпаетесь и понимаете, что я хочу запрограммировать X, может быть, это какой-то новый стартап, может быть, это какой-то новый алгоритм машинного обучения, может быть, у вас какая-то гениальная идея игры пришла в голову. Очень удобно это просто начинать программировать на Python, потому что вы быстро сможете понять, ваша идея вообще работает или нет. Вы за маленькое количество кода получите какую-то работающую штуковину. А дальше вы уже с ней будете думать, либо продолжать ее писать на Python, либо, может быть, писать на C++, либо, может быть, идея вообще не работает. В общем, такой язык go to. Второй пункт, почему полезно учить Python? Ну, потому что просто много людей программируют на Python. Тут сложно, конечно, судить про популярность языков программирования, но в целом кажется, что Python сейчас это язык номер три после JavaScript и Java. И мало того, что он язык номер три, он еще и активно растущий язык, потому что в последнее время есть такой пик развития в области машинного обучения и анализа данных, и для этих областей Python подходит просто невероятно хорошо. Соответственно, есть, ну, скорее всего, существенная часть людей, которые сидят в этой аудитории, просто в будущем будут работать на Python. Вот почему его еще надо учить. И третий пример, на самом деле, третий обреченочный Python, на самом деле, для меня, мне кажется, самое главное. Python — это язык, который ориентирован на программиста. Он очень старательно изолирует вас о том, чтобы думать, как же все внутри происходит. Ну, вот как такой пример, в Java у вас есть объекты, есть примитивы. И иногда вам надо писать код с примитивами, потому что так работает быстрее. И есть у вас вот в этом вот коде с примитивами какая-то такая вот некрасивость, нинжевовость, что вы делаете какую-то геторичное телодвижение, чтобы работало быстро. А в Python все работает медленно, поэтому вы пишете максимально естественный код. Вы просто решаете задачу, которая перед вами стоит. И тем самым у вас получается максимально чистый код. В некотором смысле такая эссенция программирования. И это очень круто, потому что это позволяет вам посмотреть на ваш код на Python и понять, а вы вообще хорошо программируете или не очень. Вы написали функцию, и если вам сложно написать эту функцию, если вы мне сделали много багов, это означает не то, что вы сражаетесь языком, а то, что у вас, наверное, какой-то подход к программированию неправильный. Может быть, вам надо добавить чуть больше объектной ориентированности. Может быть, вам надо добавить чуть больше функциональности. В общем, Python вот позволяет вам самим понять, как вы программируете. И если раскрыть эту мысль, то вот как научиться писать хороший код? Ну, то, что мне сейчас будет такая личная история, она, наверное, неправдивая, так что все, что я говорю, делите на два, а потом еще на два, а потом еще на два. Но раньше мне всегда казалось, что чтобы научиться программировать, ну, надо учиться в каком-то правильном месте у хороших людей. Вот. Надо, чтобы тебя программированию научили. И как-то так получилось, что, ну, вот у меня все время не получалось попасть на какой-то нормальный курс по программированию. Я вот закончил матмех, его там на плюсах нас не учили программировать. На Python один семестр как-то вот достаточно хорошо научили, но вот и все. И не было у меня ощущения, что вот я вот умею программировать хорошо. И приходилось учиться самому. Ну, и в итоге вроде бы, на самом деле, неплохо получилось. И если вот так вот этот мой опыт отрефлексировать, то мне кажется, что главное качество и главное, что вы должны делать, чтобы научиться писать хороший код, это просто рефлексировать на тем, как вы его пишете. То есть вы не просто написали код, который решил задачу, который пришел все тесты, вы сказали, все, фух, молодец, я сделал. Нет, вы обязательно после этого смотрите на этот код и понимаете. Думаете, а он красивый или нет? А если он некрасивый, то почему он некрасивый? А если он красивый, то почему он красивый? Пытаетесь понять какие-то паттерны, запоминать их и использовать дальше. И, собственно, вот, наверное, ключевое, что есть в этом курсе, то, что мы даем много домашек. Это много возможностей подумать над тем, как вы пишете код. Разумеется, преподаватели будут вас за него ругать, иногда хвалить, но чаще ругать. И мы будем помогать вам видеть какие-то недостатки, какие-то способы сделать лучше. Но если вы сами не будете над этим думать, то, наверное, от этого мало что отложится. Так, ну, давайте закончим со словоблудием, начнем говорить что-то предметное. Начнем с истории языка. Ну, язык появился где-то на рубеже 80-х, 90-х годов. Его сделал один человек, по сути, Гвида Ван Росом, который вот на картинке. И в каких же обстоятельствах он его сделал? Он работал в некотором статистическом институте. И в этом институте он работал в подразделении, которое делало операционную систему АМЕБА. И с этой АМЕБА была интересная проблема, что, ну, как операционная система, она была отличная. Очень могуще, но очень много всего умела. Но для нее совсем не было написано никаких программ. Для нее был какой-то очень простой шелл написан, портирован со старого Unix. И все. И, соответственно, перед Гвида и другими членами его команды стояла задача написать какой-то user space к этой штуке. Написать текстовые редакторы. Написать файловые менеджеры, какие-то калькуляторы и так далее, и так далее, и так далее. И смотрите, как интересно получается. Это вот было начало 90-х годов. Что было в начале 90-х годов? Ну, на самом деле, ничего не было. Потому что, ну, вот тогда примерно появлялись Java, появлялись Ruby, но вот они вышли сильно позднее. Тогда уже был C++, но в нем, например, еще не было STL. То есть вы могли писать C с классами, но без STD-вектор, и это было совсем грустно. Был C. Было много C. И на самом деле это был более-менее единственный выбор для того, чтобы вот взять и написать какую-то программу для вашей операционной системы. Но C — это язык очень низкоуровневый. И чтобы на нем писать код, надо тратить много усилий, потом его долго дебажить, потом он постоянно падает сикфолтами. Правда, конечно, очень быстро падает, но все равно падает. И, соответственно, Гвида Ван Росом подумал, что, блин, вот мне надо написать такую кучу программ, что, наверное, давайте я сначала напишу язык программирования, а потом напишу все эти программы, и в сумме это будет быстрее, чем я просто возьму и начну писать все эти программы. Поэтому, как это ни удивительно, Питон в некотором смысле — это язык системного программирования, потому что его изначальная задачка была написать юзерспейс для вот этой вот амебы. Соответственно, вот где-то в начале 90-х Гвида сделал первый коммит, хотя я, кстати, уверен, что он тогда пользовался системой контроля версии, потому что, может быть, он и не делал первый коммит. И как-то к 94-му году все это разрослось, и выпустилась версия 1.0 языка Питона. Ну, давайте посмотрим, откуда же ноги росли у Питона в то время. Дело в том, что когда до того, как Гвида работал на депрессионной системе, он работал над другим языком программирования EBC. Вот пример кода на EBC, который по отсутствию фигурных скобочек и наличию точек, двоеточий и инвентации, очень похож на код на Питоне. Вот язык EBC был интересным. Это был язык для непрограммистов, для каких-нибудь бухгалтеров, для бизнесменов, для того, чтобы человек, который не умеет программировать, мог как-то описывать вот свои задачи, которые хочет автоматизировать. Поэтому в нем было вот, не было слова функция, была вот такая вот фраза how to return words document, чтобы объявить процедуру. И тут, наверное, про этот язык можно понять две вещи. Во-первых, почему он в итоге не взлетел, и почему Гвида не взял просто его для того, чтобы писать в EBC для амеба. Это на самом деле похожие вопросы разные, а причина одна. Этот язык был слишком высокого уровня. Он всячески старался изолировать программиста от компьютера вообще. Например, ну вот у вас на компьютере есть файлы, и файлы можно открывать, читать, писать и так далее. Вот в языке ABC как таковых файлов, по крайней мере, в простом варианте, не было. У вас вместо этого были некоторые персистентные переменные. То есть переменные, значение которых просто сохраняется между перезапусками программ. Понятное дело, что за всем этим стояла какая-то хитрая условная база данных, какая-то среда исполнения, которая эти переменные сериализовала, дезерилизовала и так далее. Но файлов у вас не было, и поэтому о том, чтобы написать какой-то user space, речи быть не могло. Язык был недостаточно могущественным для этого. Поэтому вот еще одним важным влиянием на Python вида называют C. Не тем, что язык как-то там сильно похож на C, Python и C очень разные, а тем, что, если реально то, что Python пытается вас изолировать от окружения, тем не менее у вас всегда есть доступ к операционной системе. Вы можете открывать файл, вы можете открывать сокеты, вы можете пользоваться каким-то платформа-независимыми интерфейсами, но можете всегда заглянуть под капот и сделать что-то конкретное с вашей конкретной операционной системой. Python вам дает эту мощь. Да, еще важным влиянием было модул 3, но я про него говорить не буду, потому что, ну, вида просто из модулу натырил всяких конкретных идей, как сделать язык проговоривания лучше. Конкретно оттуда были взяты исключения и, собственно, система модулей Python. Каких-то таких фундаментальных инсайтов из модул 3 вроде взято не было. И еще важный момент вот этой вот ранней истории Python, что, ну, представляете, гвида, один пишет этот язык. И он очень хотел, чтобы его языком пользовались. Поэтому он всегда, как он сам говорит, делал cutting corners. Если у него был выбор написать что-то сложное и правильное, но долгое, или написать что-то простое, которое почти всегда работает, то он почти всегда писал что-то простое, которое почти всегда работает, в надежде, что он потом исправит это позднее. И исправлял. То есть язык во многом определяется тем, что было проще всего реализовать в интерпретаторе. И на самом деле это вот до сих пор аукается. То есть нам, да. Важно еще сказать, что как только гвида начал писать этот язык, он его сначала в своем университете начал распространять, и люди тут же начали им пользоваться. Потому что, опять же, как я уже говорил, 90-е годы программировать не на чем. Тут у вас появляется какой-то там Python 0.0.0.1, но он вот как-то работает, в нем программировать сильно проще, чем C, и у Python сразу же появляются пользователи. Сначала внутри этого университета, потом происходит вот релиз Python 1.0 на весь мир, и люди начинают им пользоваться. И вот в итоге операционная система Амеба как-то благополучно умерла, а язык до сих пор живет и здравствует. Следующая важная веха в развитии языка была в 2000 году. Тогда вышел Python 2. Как версия языка, ну, там были всяческие плюшки по сравнению с Python 1, но это не было самым главным. Самым главным было то, что с этой версией утвердился формальный процесс того, как язык развивается. А именно, язык развивается через так называемый PEP-процесс, где PEP — это Python Enhancement Process, процесс по улучшению питона. В чем он заключается? Если вы совершенно производный, либо человек с улицах, вот программируете на питоне, и понимаете, что вот вам не хватает какой-то конкретной фичи, вы можете написать некоторый документ, имеющий формальную структуру. Я хочу такую-то фичу. Она работает так, она полезна потому-то, потому-то, ее можно имплементировать так. Выдать документ на обозрение комьюнити в какой-то mailing list, и если в целом комьюнити ваш документ одобряет, то вы посылаете формальный PEP-пропоузал, и дальше уже Гвида Ван Росум лично решает, ваш PEP принимать или нет. И прикольным в этой модели было то, что это была модель по тем временам дико открытая для инноваций. И в целом вот про раннюю историю питона характерно, что многие фичи появлялись просто потому, что кто-то взял и послал патч, который имплементирует эту фичу в интерпретаре. Вообще появлялась. Вот PEP это как-то все формализовывал, но при этом всегда все решения конкретные, конечно, оставались за Гвида Ван Росум, который получил термин BDFL, Benevolent Dictator for Life, благосклонный диктатор пожизненный. И это на самом деле тоже такой прикольный момент, потому что когда вы дизайните язык программирования, вам надо делать выборы. Вам сделать фичу X таким способом или таким способом. И зачастую бывают такие моменты, когда есть две альтернативы, и они все примерно одинаковые, у них есть какие-то... У одной альтернативы есть какие-то преимущества, у другой альтернативы есть какие-то преимущества. И вот споры про такие вещи, они бесконечные. А вот если решение должен принять какой-то комитет, то этот комитет может тратить просто дофигища времени на то, чтобы что-то решить. А вот так как в питоне всегда был вида, то процесс решения был достаточно быстрый. Следующая важная, просто важнейшая веха в питоне произошла в 2008 году, когда выпустили версию Python 3. И это была такая драма на десятки лет. Почему? Потому что язык Python 3 был несовместим с Python 2. То есть код, который работал на Python 2, с Python 3 не работал. Идея была в том, что все люди быстро перейдут на третий Python и второй Python забудут. Но, естественно, такого не произошло. И вот на протяжении десятков лет была такая ситуация, что большая часть кода работает на питоне 2, но при этом Python 2 как язык не развивается. Все новые фичи вносят в Python 3, которые используются не очень большим количеством проектов. Сейчас, слава богу, уже этот этап пройден. Сейчас, насколько я понимаю, уже больше половины кода пишется на питоне 3, поэтому в этом курсе про Python 2 мы, наверное, говорить не будем почти совсем вообще. И будем говорить про Python 3, конкретно про, наверное, Python 3.6, который вроде бы содержит все самые интересные фичи, которые нам нужны. И не так, чтобы совсем уж недавно вышло, чтобы он у всех был. Да, собственно, а зачем вообще было выпускать Python 3, почему нельзя было просто улучшать Python 2? Ну вот ровно из-за этой самой философии Cutting Corners. В питоне 2 накопилось какое-то количество технических решений, которые были неправильными и которые хотелось как-то поменять, улучшить, ну или, говоря, языком людей, которые пишут код на питоне 2, сломать. Ну и Python 3 был таким решением, что давайте избавимся от всего старого. И, ну да, в итоге язык, правда, получился лучше. И следующая важная веха в развитии... Так, вам нижнем счастье слайда вообще видно? Ну, будем считать, что видно. Следующая важная веха в развитии Python была в 2017 году, то есть совсем недавно, когда Гвида Ван Росом после очередного обсуждения очень такого яростного очередного Пепа сказал, что все, ребята, я уже много лет занимаюсь питоном, наверное, мне надоело, я устал, давайте дальше без меня. И сейчас вот Python проходит такой вот интересный процесс перехода из той системы принятия решений, которая не работает, в какую-то систему принятия решений, которая непринятна как не будет работать. В общем. Да, это, наверное, конец краткого экскурса в историю. Давайте посмотрим теперь уже предмет на сам язык. Что же в итоге получилось? Ну, получился язык, таким главным качеством которого является читаемость, readability. Вот, в принципе, даже если вы не знаете Python, ну, наверное, можно понять, что эта функция делает. Вот какой-то скандир. Ну, наверное, мы обходим какую-то директорию. И вот, значит, если entry и, значит, скандир, то, наверное, entry — то, что в этой директории есть. И если вот оно файл, имя у него оканчивается, значит, с суффиксом pie, то, наверное, вот мы его куда-то там добавляем. И, наверное, эта штука возвращает нам список всех файлов с расширением pie в директории. При этом количество какой-то церемонии здесь минимально. У нас нету точек с запятой, у нас нету фигурных скобочек. Мы не пишем типы программы, результативающий код получается хорошим. Вопрос? Или нет? Нет? Окей. И да, наверное, тут важно сказать вот эту мысль, что читаемость кода — это, наверное, его важнейшая свойство. Почему? Потому что, как правило, код пишут один раз, а потом его очень много и долго читают, потому что программа, с того, как она написана, она поддерживается. В ней фиксят баги, в нее добавляют новые фичи, и вот этот процесс добавления нового, он очень часто, ну, всегда сопряжен с тем, что вы читаете старый код. И, соответственно, когда вы что-то пишете, вы должны думать не с позиции, а как мне это попроще написать, а с позиции, а как бы мне это написать так, чтобы мне было потом попроще это прочитать. Зачастую между этими точками зрения есть какая-то корреляция. Ну, например, если куда меньше, то его проще и читать, и писать. Но в целом приоритет читателя всегда важнее. И вот Python, он в себе содержит многие важные фишечки, которые делают код на Python, в принципе, простым и понятным. Ну, давайте поговорим теперь уж совсем более предметно. Что такое Python? Ну, во-первых, это интерпретируемый язык программирования. Напоминаю, что вот есть языки программирования, которые компилируются, как C++ или Pascal, или Swift, или Go. Когда у вас есть компилятор, который превращает текст программы в машинный код, и потом этот машинный код исполняется. Есть языки интерпретируемые, как Python или Ruby. Когда у вас есть специальная программа, которая читает... Специальная программа интерпретратор, которая читает текст вашей программы и исполняет его прямо вот сейчас на лету. И, разумеется, есть еще всяческие между этими полярностями решения, когда программа первый раз текст читает, а потом его компилирует и так далее. Но Python в целом за счет особенностей языка, он таким вот оптимизациям поддается плохо. И интерпретация C-Python, имплементация Python и C-Python, которая самая главная, которой почти все пользуются, это такой чистой воды интерпретатор. Никакого джета, как в Java, там нет. Это неисная реализация. Еще есть из таких реально работающих и реально где-то использующихся. Jyton — это реализация Python на Java, Iron Python — это реализация Python для C-Sharp и PyPy. Вот PyPy — это как раз интересный проект, который пытается сделать just-in-time compilation для Python. То есть пытается этот код перед исполнением как-то компилировать. И в целом... Какая-то часть проектов его используют, и зачастую он правда быстрее, чем CPython, но все равно большинство людей используют именно CPython. Что здесь еще интересно сказать, что у Python нет формальной спецификации. По сути, то, что есть Python, определяется тем, что делает интерпретатор CPython. И это тоже усложняет построение альтернативных реализаций. Что интересно про CPython? То, что это на самом деле байт-код-интерпретатор. Он не совсем уж прямо интерпретирует текст или абстрактное синтоксическое дерево вашей программы. Он сначала компилирует вашу программу в байт-код для стэковой виртуальной машины, а потом уже исполняет этот байт-код. Ну, при этом тут компиляция, с одной стороны, наверное, такое сильное слово. Ничего сильно хитрого здесь не происходит. Никакой проверки типов, вычислений каких-то сложных лей-аутов структур не происходит. В целом, код просто превращается из вот этого вот вложенного дерева выражений в плоский набор инструкций для виртуальной машины. Ну, и давайте вот поймем, что же это такое за виртуальная машина, которая исполняет код на Python. Вот здесь вот написан на n строках маленький интерпретатор сапсета Python. И давайте посмотрим, как он работает. Собственно, мысль-то не в этой картинке, а вот что здесь написано, вы будете понимать после консайта пары, а мысль в том, что написано вот здесь вот. И вот здесь вот. Вот это упрощенный вариант байт-кода на Python. Когда этот байт-код исполняется, у нас есть… у нас наше состояние состоит из двух частей. Это окружение. И окружение — это словарь, который к каждой переменной присваивает какое-то значение. И стека. Ну, стек — это просто стек значений. Соответственно, любая операция с байт-кодом, она что-то делает со стеком. Например, операция loadConst, она кладет число 30 на вершину стека. Вот, мы ее исполнили. Здесь у нас получилось 30. Операция storeName, она берет то, что сейчас находится на вершине стека, и кладет его в окружение под соответствующим именем. Значит, дальше мы снова положили 62. Положили 62 в окружение с именем Y. Дальше операция loadName. Она идет в окружение, смотрит, какое значение присвоено имени, и кладет это значение на стек. Соответственно, загрузили X, положили вот этот 30 вот сюда. При этом окружении у нас 30 остается, в отличие от стека. Значит, положили 62 вот сюда. И дальше делаем операцию binary add, которая достает два верхних значения со стека и кладет результат на стек. И да, запомнили это в Z. Почему это рассказываю? Ну, потому что на самом деле вот эта вот концепция, что у вас есть некоторый словарь, в котором у вас каким-то именам сообщают какие-то значения, это такая важная деталь имплементации питона. И, как я уже сказал, так как имплементация питона во многом определяет его как язык, то вот эту вот конструкцию словаря вы увидите во многих петчах языка. Разобрались с тем, что значит питон интерпретируемый язык. Давайте разберемся с тем, что значит, что питон язык динамический. Ну, во-первых, у вас в питоне нет типов и нет проверки типов. Вот эта программа, она на самом деле, даже если не смотреть на нижнюю часть, где происходит что-то страшное, она вполне валидная, и ее можно запустить. Да, вот мы здесь вызываем функцию add с тремя аргументами, хотя она ожидает два аргумента, и вот вроде мы их складываем, значит, они должны быть числа, вот мы тут передаем число и строку. Тем не менее, пока мы эту функцию add не вызвали, все хорошо, питон о нас не ругается. Это первый аспект динамизма языка, который заключается в том, что в языке есть динамическая типизация. То есть проверка типов происходит, но проверка типов происходит в момент вызова функции. То есть когда мы вот эту функцию add реально вызываем, тогда у нас все упадет. На этапе перевода кода в байт-код все хорошо. Второй этап динамичности языка. Это, да, почему я тут говорю про этапы динамичности? Вот важно различать понятие динамический язык и динамическая типизация. Динамическая типизация — это свойство системы типов. А динамичность языка — это такое, некоторое более общее свойство рантайма. Вот в чем еще заключается динамичность? В том, что вы можете в питоне смотреть на то, как устроены сами объекты и всячески менять эти объекты. Вы можете присваивать какие-то атрибуты встроенным классам. Вы можете смотреть, какие у объектов всего есть атрибуты, можете по ним итерироваться, можете еще всяческую магию делать. И в частности, вот, например, берем вот функцию, смотрим на ее атрибут код, и, как это несложно догадаться, в атрибуте код находится как раз вот тот вот самый байт-код функции. И мы этот атрибут магическим образом можем поменять. И если мы после этого вызовем функцию f, то на самом деле у нас вызовется вот этот вот код, и все сработает, и эта программа, она как бы мало того, что поделится в байт-код, она еще и работает, и пишет 92. Это вот к пункту про read-write интроспекцию. И теперь еще один пункт, что everything is an object. Все объекты. Как я уже говорил, в Java у вас есть примитивы и есть объекты. Это такие на уровне языка две фундаментально разные штуки. И если вы хотите как-то вот одно в другое превратить, вам нужны какие-то обертки, какой-то боксинг. Вот в питоне все очень просто. Вот все на свете — это объект. И у всего на свете есть класс. То есть вот даже встроенное число 92 — это вполне себе объект. И тип этого объекта — это класс int. Более того, класс, сам по себе класс — тоже объект. И у него тоже есть класс. И класс класса — это type. И внезапно type — это тоже объект. И у него тоже есть класс. И его класс — это он сам. То есть третий аспект... Да, это смешно, но это правда. Третий аспект динамизма — что вот есть некоторое универсальное представление объектов. Все объекты выглядят одинаково. Со всеми объектами можно делать все, что угодно. И последний момент. Everything is a statement, про который, наверное, стоит поговорить подробнее, потому что это такая нетривиальная вещь, про которую вроде бы мало кто явно говорит, хотя многие подразумевают. Но про это будет, наверное, следующая лекция. Ну, наверное, можно так легкий foreshadowing сделать. В чем суть того, что я учусь на the statement? В том, что обычно у нас в языке есть некоторые определения функций. То есть в каком-нибудь Java метод — это какая-то вот штука, которая определяет метод. Совершенно особенная конструкция. Вот в питоне все это исполняемое выражение. И когда вы пишете def add, бла-бла-бла, это не означает, что у вас магическим образом каким-то появляется функция, про которую интерпретарь питона знает. Нет. Это исполняемый код. И когда питон будет исполнять вот этот вот def, он вычислит эту функцию, то есть он вычислит ее код. А потом он запомнит, что вот у нас в… как раз в таком вот env текущем есть переменная с именем add, и ее значением является вот этот вот код, который ее исполняет. Ну так, если руками помахать. Но, повторюсь, про это будет подробнее позже. Да, это, наверное, такие вот ключевые качества языка. Что еще можно про язык сказать? Ну, многие говорят, что питон — это такой очень объектно-ориентированный язык. Ну и тут вот я вроде что-то такое говорил, что вот у всего есть класс. Это, наверное, да, не говорит о том, что язык объектно-ориентированный. Но тут, на самом деле, все зависит от того, что вы называете объектно-ориентированностью. Что, ну, опять же, сейчас вот будут не какие-то объективные факты, а скорее моё личное мнение, поэтому делите на два. Но, как мне кажется, что, ну, объектно-ориентированность — это плохой термин, и вообще языки не бывают X. В языке есть набор каких-то инструментов, каких-то приемов, которые вы можете использовать, чтобы писать программы. И, ну, некоторые комбинации этих инструментов называются какой-то парадигмой, там, объектно-ориентированная парадигма, функциональная парадигма и так далее, и так далее. Но сам язык, он зачастую не является чем-то таким... То есть это, конечно, не внутреннее свойство языка — быть объектно-ориентированным. И, в частности, что верно для питона? Ну, да, это правда, что там всё объект. Но при этом, когда вам надо решить какую-то задачу, вы, в отличие от Java, не кидаетесь сразу писать класс. Как правило, вы обходитесь какими-то встроенными в язык более маленькими легкими конструкциями, типа, там, встроенных типов или функций и так далее, и так далее. То есть объект — это не дефолтный ответ на любой вопрос. Ну, и второй момент, что объекты в питоне, на самом деле, появились далеко не сразу. И долгое время питон существовал вполне себе без объектов. Там были функции, процедуры, переменные, встроенные коллекции. Но определять свои классы было нельзя. Ну, и там, в какое-то время до 1.0, но не сразу, где-то добавил эту возможность. То есть язык не начинался как объектно-ориентированный. Какой ещё знаменитый базворд есть в современном программинском жаргоне? Ну, функциональнейший. Вот здесь вот я более уверенно скажу, что, ну, наверное, питон нельзя считать совсем по функциональному языку программирования. Да, там есть первоклассные функции, да, там есть мап, фильтр и прочие функции в лучших порядках в стартной библиотеке. Но, тем не менее, код, который вы пишете на питоне, он не всегда, потому что не функциональный. Вы редко работаете с сим-табельными данными. Хотя иногда это удобно и это можно использовать. Вот. Что ещё про питон важно сказать? Ну, важно поговорить про скорость. Как я уже тут слегка саркастично шутил, да, питон не быстрый. Но тут надо очень чётко понимать, а что мы говорим? Что мы имеем в виду, когда мы говорим слово «быстрый»? Ну, вообще, из чего состоит компьютер? Компьютер состоит из центрального процессора и периферии. Периферия делает всякое ИО. И вот с точки зрения использования центрального процессора питон дико медленный. Ну, вот этот фрагмент кода на питоне, он суммирует первые 10-8 чисел. И он на это тратит 1,6 секунды. Это на самом деле, ну, очень до фига. Если вы этот код перепишите, например, на Rust или на C++, то он будет работать в бесконечность раз быстрее. Потому что компилятор просто на этапе компиляции поймёт, что это сумма арифметической прогрессии и скажет вам тут ответ. Какой там он? По формуле Гаусса. Несложно посчитать. Это правда, да. С точки зрения использования CPU питон очень медленный. Но дело в том, что современные программы, они тормозят не потому, что немедленно используют CPU, а они тормозят, потому что они ждут ввода-вывода. Потому что, ну, как правило, сейчас программа, она не живёт в изоляции. Она общается с какими-то серверами по API. Она общается с базой данных по тоже какому-то сетевому протоколу. И почти всё время программа, она ждёт. И вот ждать на питоне и ждать на C++ в целом разницы никакой нет. То есть если взять какую-то такую вот реальную задачку, ну, скачать содержимое сайта Python.org, странички, ну, она тоже занимает одну секунду. И вот если вот это вот на C++ перепишите, то нифига не будет быстрее. Оно будет точно так же вот одну секунду работать, потому что здесь работы CPU очень мало. В основном мы здесь просто ждём. И поэтому, да, Python не быстрый, но, скорее всего, ваша программа всё равно ждёт базу данных, и поэтому вам это совершенно не важно. Вот. Давайте теперь поговорим про, собственно, а как же программировать на питоне? Мы поговорили про историю, проговорили про общие слова. Давайте теперь такой будет у нас crash course. Встроенные типы. Ну, что у нас есть в питоне? Во-первых, у нас есть в питоне NANO. Вот он пишется так. Такой важный вопрос. И очень своевременный, главное. А кто хоть раз запускал интерпретарь питона в этой аудитории? Отлично. А кто ни разу не запускал интерпретарь питона? Ага, какие-то люди руки не подняли. Ничего страшного. Да, собственно, что здесь нарисовано? Нарисован интерпретарь питона. Питон — это программа. Её можно запустить вот так вот. И она вам выдаст на вход какое-то предложение. Три непонятных символа больше. И будет ждать. Вот вы сюда можете что-то написать. Программа это исполнит как фрагмент кода на питоне. И напишет вам ответ. Это называется словом REPL. Я буду во многих слайдах использовать именно вот такой вот формат презентации с этими вот тремя стрелочками. Потому что, ну, так просто проще показывать, проще что-то экспериментировать. И в целом, если вы хотите какую-то штуку в питоне понять, как работает, самый простой способ — это не пойти гуглить, а просто открыть интерпретарь питона и попробовать. То есть, да, наверное, я ещё в блоке про логистику должен был бы сказать, а как мы его вообще ставим и чем мы пользуемся. Но я думаю, вы всё-таки сами с этим справитесь. Вот. Если не справитесь, есть слайк. Туда можно задавать любые вопросы. Кстати, так, пока отвлекаемся. Ещё такое важное отключение. Про вопросы. Да, повторюсь, я категорически настаиваю, чтобы вы задавали вопросы. И есть такое прикольное правило — 15-rule. Которое говорит о том, что если у вас есть какая-то… Оно не обязательно про обучение. Оно вообще в целом про программирование, да и в целом про жизнь. Если у вас есть какая-то проблема X, и вот вы должны её решить, то вы как минимум 15 минут должны потратить на то, чтобы пытаться решить эту проблему самим. Вы не должны сразу бежать к кому-то и говорить, «Ой, установи мне питон». Вы должны сами попробовать прогуглить. Может быть, что-то не получается. Может быть, у вас за эти 15 минут получится, отлично, проблема решена. А если же у вас за эти 15 минут ничего не получилось, вы не должны продолжать стыкаться лбом в стенку и страдать, и думать, какой же глупый, я не могу это сделать. Вы должны попросить у кого-то помощь. Потому что, ну, это вы не вы глупы, вы, наверное, просто чего-то не знаете. И вам скажут, и всё будет сильно быстрее. Поэтому, да, активно пытайтесь решать свои проблемы сами, активно задавайте вопросы. Вообще, будьте активными в курсе. Так, возвращаемся к встроенным типам в питон. Самый простой тип — none. Это аналог now. Это тип, который обозначает, что у вас ничего нет. Интересная особенность none, что да, обычно, когда мы что-то в питоне ввели в REPL, он пишет результат. Вот, в случае с none он не пишет. Просто в интерпретраторе написан такой код, что если значение none, то мы ничего не пишем. Если ничего не написано, вы знаете, что результат none. А что про этот none интересно? То, что любая функция в питоне возвращает значение. То есть у вас в Java и все есть в void функции, которые ничего не возвращают. В питоне любая функция возвращает значение. Но если значение неинтересно, это просто none. Вот, например, функция print, она ничего не интересного не возвращает, но тем не менее можем запомнить ее результат и убедиться, что этот результат — это none. Дальше. Что можно с этим none сделать? Ну, раз в none, наверное, ничего с ним интересного сделать нельзя, но, как минимум, можно сравнить его с другим none и получить true. В чем здесь проблема? Проблема в том, что, ну, на самом деле, не бывает другого none. None — это синглтон. Во всем питоне есть ровно один объект, который none. И в питоне принято для таких объектов использовать оператор сравнения is, а не 2 равно. В чем между ними разница? Оператор is проверяет, что два объекта — это просто один и тот же объект. То есть физически в памяти это вот одна и та же штука. Оператор равно-равно, он может выполнить какой-то код, определяемый пользователем. Например, если вы сравниваете два списка, это могут быть два разных списка, но если там объекты внутри этих двух списков равны, то списки равны. Это не то, чтобы так делать нельзя, так делать обязательно. Ничего не сломается в вашей программе, с исключением совсем уж крайних случаев все будут использовать равно-равно, но все используют is done, и это вот как раз да. Такой хороший пример того, за что вы можете получить минус балл за стиль в домашнем задании. Если вы напишите равно-равно нам, вам сразу скажут, что, блин, нет, используйте is. И еще одна интересная функция. Это функция id. Она берет любой объект и возвращает какое-то число. С точки зрения семантики языка Python, ну, это какое-то число, которое обозначает уникальный идентификатор объекта. И для двух одинаковых объектов id всегда вернет одно же число, а для двух разных объектов id всегда вернет разное число. В cPython эта семантика достигается очень простой имплементацией, что id объекта — его физический адрес памяти. И, соответственно, оператор is можно переформулировать в таком стиле, что a is b, тогда и только тогда, когда id of a is equal to id of b, когда айдишники объектов равны. Давайте перейдем к следующему важному объекту. Хороший вопрос. Я думаю, он, скорее всего, будет другой. То есть точно ничего не гарантирует, что он будет одинаковый. Я допускаю... Ну, скорее всего, нан в Python — это не объект, который латируется динамически, а какое-то там конкретное место, зашитое в статической памяти самого интерпретратора Python. Но, наверное, у вас какой-нибудь islar включен в ринусе, который вам рандомизирует место, в какое ваша программа загружена, и там будет разный объект. А я... Ну, в смысле, у него будет разный адрес. Есть гипотеза, что если вы вот все эти вот islar отключите, то у него прямо реально будет численно одинаковый айдишник. Но, не знаю, я не проверял. Интересно с этим экспериментом привести. Так, були. Ну, вот если нан он один, то були и два. True и false. Опять же, у нас все это объект. Нан объект. Бул тоже полноценный объект. Что интересно. Ну, в Java и в C у вас булевые операции — это два импрессанта или два пайпа. В Python — это слова. And or not. Сейчас там можно спросить to be or not to be и получить true. Почему? Ну, потому что вот это вот false. Вот это вот not to be, это not false, значит true. False или true — это true. Вроде правда. Вопрос. Почему нельзя... Вот я написал какое-то булевое выражение, равно равно true, и написал... А, я написал ответ. Нет, да, жалко. Да, сравнивать бури на равенство через равно-равно нельзя. Ну, например, по той же причине, почему нельзя сравнивать нан на равенство. Були — это синглтон, у вас есть только один true и один false. И если уж вы используете равно-равно, то используйте is. Но вот так вот делать тоже совершенно ненужно и необязательно. Почему? Ну, потому что вот это вот выражение, оно тоже бул. Оно само по себе false. Его не надо дополнительно сравнивать. Правда ли, что правда — это правда. Это часто возникает в if-ах. Вы пишите что-то в стиле if foo return true, else return false. Но это можно пересчитать просто как return false, return foo. Дальше у нас, наверное, будет еще пример на эту тему. Да, что еще важно знать про операторы end? Ну, во-первых, как и в любом языке программирования, они по-русски говорят «ленивый», по-русски говорят «short circuiting». Они коротко замыкаются. Иными словами, если по первому операнду булевого оператора понятно, какой будет его результат, то второй оперант не исполняется вообще. То есть вот в этом примере false end print also у нас никогда на экран выведено не будет, потому что у нас исполнится только эта часть. какой второй интересный момент можно увидеть? В том, что, ну, во-первых, так как питон динамический, нам никто не запрещает в виде операнда булевого оператора написать все, что угодно, не только бул. Но мало того, что нам никто не запрещает написать, оно еще и работает. И семантика такая, что вот end возвращает на самом деле не true или false, а он возвращает false, если первый оператор false, и возвращает второй оператор, если первый оператор не false, что дает нам семантику end. То есть он возвращает, видимо, первый неправдивый оперант. Or, наоборот, будет возвращать первый правдивый оперант. Этим можно пользоваться, про это будет чуть более понятный пример позднее. Да? А non он как false. Вот, вот ровно про это, вот ровно в этой лекции будет подробнее. Ну, да, соответственно, вот здесь вот мы делаем true and print. Так как у нас true, то end вернет второй аргумент. Результатом принта является non, поэтому результат у нас здесь non. И да, еще одна такая важная конструкция assert. Что она делает? Ну, как в любом другом языке программирования, assert вычисает первый аргумент, и если он false, то у вас кидается ошибка с сообщением вот здесь вот. Assert — это очень мощная штука, очень хорошая штука. Когда вы пишете какой-то код на любом языке программирования, и вот вы понимаете, что какое-то условие x должно быть правдой, вот хоть убей, но оно должно быть в этом ходе вот сейчас правдой, потому что весь остальной код написан так, что оно правдой, обязательно напишите в этот момент assert про это условие, потому что, ну, в каком-нибудь рефакторинге обязательно будет такой момент, когда это условие таки нарушится. У вас assert упадет, и вы сразу поймете, ага, вот где у меня ошибка, вот, значит, что не так пошло. А не через много лет, когда у вас уже программа как-нибудь, ну, много лет, конечно, нутрирую, я ни один баг больше года не дебажил, вот, но тем не менее через много дней, когда вы поймете, что ага, вот, оказывается, программа падает потому, что здесь вот эти условия нарушаются, бла-бла-бла-бла-бла. Иными словами, assert позволяет вам найти баги в программе быстрее, когда они уже произошли. И да, про него есть еще один интересный момент, специфический для Python. Ну, обычно в assert вторым значением пишется некоторая строка. Вот в Python, так как язык динамический, вторым значением можно написать любой объект. И вот здесь вот мы, например, написали пару чисел из x и y. И, соответственно, наш assert упал, и мы в assert сообщении об ошибке видим вот эту вот пару. 10 и 3, на которых упал assert. Это вот не какая-то магия, что Python понял, что у нас вот здесь вот есть x и y, и что их надо написать. Это вот потому, что у нас пользуется запятой, здесь стоит пара из x и y. Чем это прикольно? Ну, тем, что, когда вы пишете assert, если вы напишете там просто сообщение об ошибке, что-то пошло не так, то когда у вас он упадет, и вы увидите, что-то пошло не так, то вы не поймете, а что именно. А вот если вы здесь через запятую укажете все то, что вот на ваш assert повлияло, вы увидите, ага, что-то пошло не так, потому что у этой перемены такое значение, у этой перемены такое значение, а у этой такое, и вот это вот противоречие. Это можно делать и выводом в строку, и, как правило, лучше это делать выводом в строку, потому что, ну, больше контекста даете. Но если вам лень, если вы просто быстро пишете какой-то код, а это нормально, если вы какой-то код пишете быстро и не запариваетесь с тем, чтобы сделать его совсем идеальным, то вот вариант просто через запятую написать тупол каких-то важных значений это идеальное решение. Так, ну давайте поговорим про числа. Ну да, во-первых, вот true и false это тоже числа. Их можно складывать, можно умножать, они ничем от других чисел неотличимы. Ну просто вот, не знаю, как у вас в C, например, есть int 32-битные, есть лонгические 4-битные, то вот bool это такое однобитное число. Но единственное что, когда вы 2 bool откладываете, вы получаете нормальную арифметику, а не арифметику по воду 2. Ну и в частности, есть такой конкретный прием программирования на питоне, когда вам надо посчитать для скольких штук что-то верно, вы просто делаете список что-то верно, получаете список bool и дальше считаете его сумму. Это, ну, конечно, это можно посмотреть, как на господи, какая гадость. Питон не делает различия между числами и bool. Это относительно, но на самом деле, ну, по крайней мере, из моего личного опыта, никаких проблем в реальной жизни от этого не возникает, потому что bool на самом деле число, там, как бы никакого противоречия нет, ничего за уши не притянуто. Но некоторые коды можно писать сильно проще. Ну, есть нормальные intы. Вот, 0. Это самый частный нормальный int, который, кстати, будет равен на равен false. Если вот вы напишите 0 равно-равно false, вы получите true, потому что, ну, false — это 0. Что про эти числа интересно? Ну, то, что у вас автоматически работает длинная арифметика. Если у вас в Java размер ланга ограничен 64-мя битами, то в Python у вас размеры intа ничем не ограничен. И там написано, с точки зрения реализации Python, интересный код, потому что, ну, такая правда, что большинство чисел в вашей программе, они маленькие. И пока ваши числа в Python маленькие, они работают эффективно. Они занимают немного места. Операции с ними быстрые. Но когда вы вдруг что-то большое на что-то большое умножаете, у вас ничего не ломается, все работает как надо. Да? Ну, во-первых, да, во-первых, они закошированы. Во-вторых, я, кстати, вот… Я сейчас не могу ответить на этот вопрос точно, потому что я не знаю, какие именно там оптимизации, я на это подробно не смотрел. Но это как бы верно, что это такое… Ну, то есть, как бы в Java Big Integer это всегда Big Integer, он такой большой и сложный. И тяжелый. И в Python маленькие числа, они вполне себе быстро работают. Ну, то есть, быстро по меркам Python, но… Мысль в том, что да, можно написать такое число, которое, когда оно маленькое, работает быстро, а когда оно большое, работает медленно. Что еще есть? Еще есть floating point числа. Они обозначаются словом float, но при этом они всегда 64 бита занимают. Почему? Ну, у нас есть 32-битные числа, и 32-битные числа иногда быстрее, и floating point, и иногда занимают меньше места. Но, раз вы пишете на Python, то вы, наверное, не думаете о производительности, и вам дабл будет сильно проще. Потому что, ну, проще иметь один floating point в языке, чем два. Прикольный хак. Есть такие floating point числа, как infinity и none, not a number, и в Python для них литералов нет. Вот, и такой стандартный способ получить значение бесконечность, это взять функцию float и передать ей строку int. Да, вот функции float и int, они вам могут превратить строку в число, ну, просто спарсив его. У int здесь еще можно передать систему числения, если надо. Ну, и вот, int является значением floating point, значением бесконечности. Еще в питоне есть комплексные числа, причем не просто комплексные числа, а комплексные числа на уровне синдекса, то есть 2g, это вот g, это вот как раз то же самое, что и эта мнимая единица. Наверное, где-то они используются, но в реальной жизни мне с ними работать не приходилось, поэтому это последний слайд с комплексными числами. Что еще в питоне интересно? Деление. Обычное деление в питоне вам вернет правильный математический результат. Если вы 3 поделите на 2, вы получите 1,5. Если вы 4 поделите на 2, и 4 и 2 здесь целые числа, то вы получите результат, число с плавающей точки 2.0. Если вам нужно деление с остатком, то используйте 2 слыша. И интересная штука про это деление с остатком в том, что оно отличается от того, как обычное деление работает в других языках программирования, вроде Java, JavaScript, AC++. В AC++ и FC деление целочисленное округляет число к нулю всегда. Питон, как в математике принято, округляет всегда вниз. Естественно, с процентиком то же самое. Минус 1% 3 в питоне будет 2, во всех остальных языках будет минус 1. Опять же, почему в питоне сделано так? Ну, потому что математики привыкли так. А другая семантика — это вот семантика машины. И питон здесь можно достаточно безболезненно нас от этого изолировать, поэтому он нас от этого изолирует. Что еще можно делать? Числами с числами можно сравнивать. И опять же такой маленький кусочек синклеса в питоне. Если нам надо сравнить число с нижней границей и с верхней границей, то мы можем написать два сравнения через end, а можем написать одно тройное сравнение. И интересно, что это именно специальный синдексис. Потому что, смотрите, если бы у нас в питоне просто было меньше либо равно, как бинарная операция, то вот это бы все парсилось как x меньше либо равно нуля, и все это меньше 100. И семантика была бы такая, что, значит, верно ли, что true меньше 100? True — это один, было бы false. Но нет, питон это интерпретирует именно как тройное сравнение, и тройное сравнение true, тогда, когда обе его части true. Так, мы вроде закончили со всеми такими маленькими атомарными типами. Давайте займемся чем-нибудь более интересным. Списки. Список — это какой-то список элементов. Для него есть специальный синдексис. Это в квадратных скобочках. Мы перечисляем все элементы, и можно писать финальную запятую. Ничего от этого не сломается. К списку можно обратиться по индексу. Можно присылать по индексу списки мутабельные. Вопрос на засыпку. Как вы думаете, какая структура данных скрывается вот за таким вот синдексом, за такими операциями? Как бы вот вы хранили список каких-то вещей? Вот нет, linked list — именно расширяющийся массив. Потому что linked list — структура данных, на самом деле, я сейчас скажу очень грубо, но в реальной жизни она не используется вообще нигде никак. Конечно, используется иногда, когда очень надо в специальных обстоятельствах, но в реальной жизни обычно нет. Потому что вектор, массив элементов, у которого есть какой-то дополнительный буфер, он просто всегда быстрее за счет того, что меньше константа. Естественно, да. Все равно, что это называется лист, внутри лежит вектор, он же расширяющийся массив. Что еще можно сделать со списками? Списки можно размножать умножением. Если мы список умножим на какое-то число, то получим сконкатенированные n копии этого списка. Вот 1, 2 умножили на 3, получили 1, 2, 1, 2, 1, 2. Это прикольный способ, когда вам нужно сделать список из 10 нулей, но это способ, к сожалению, ломается, когда вам нужно сделать матрицу из 10 нулей. Почему? Потому что все объекты, вот здесь, что-то не копии вот этого значительного объекта. Соответственно, если возьмете список из трех нулей, сделать из него один список, и умножите на 3, то вы получите матрицу из трех элементных списков. Но при этом все эти трехэлементные списки на самом деле будут одним и тем же списком физическим. И, соответственно, если вы один из этих списков поменяете, то не все три магическим образом поменяются, и это нехорошо. Не та семантика, которую мы хотим. В обычном списке интов так не работает, потому что инты — это неизменяемые значения. Так. Ну, давайте посмотрим на какие-то операции с записками. Во-первых, можно списки складывать и получать вот такую конкатенацию. Вопрос. За какое время будет работать вот такая вот операция, когда мы n списков складываем? Да, за их суммарную длину. То есть долго. Не делайте так. Можно к списку в конец добавить один элемент. Это за сколько работает? Это работает за вот единицу, а не за вот n. Потому что у нас список — это расширяющийся массив. У него в конце всегда есть буфер для свободных элементов. И мы, соответственно, вот в этот буфер просто элементы добавляем. Когда этот буфер заканчивается, мы список увеличиваем в два раза. Но так как он заканчивается редко, то вот у нас амортизировано получается вот единица. Соответственно, операция «достать» с конца. Да, отлично. А вот операция «достать» элемент из начала списка. Вот, n, не константа. Потому что так как это расширяющийся массив, то мы вот этот начальный элемент убрали, а потом все остальные сдвинуть. Поэтому, опять же, вот не делайте так. И, соответственно, операция парная к апенду — это insert с индексом. Она за сколько работает? Тоже за линию, потому что вот мы вставляем в ноль. На первую позицию все остальные элементы должны сдвинуть. Тоже медленно, тоже не делайте так. То есть вот в чем разница между апендом и insert в нулевую? Так, вот не спрашивайте меня, что здесь то есть, что здесь 92. 92 — это значение, которое мы вставляем. 0 — это позиция, на которую мы его вставляем. То есть здесь можно было бы написать не 0, можно было бы написать len от xs. и, соответственно, тогда бы он вставил в конец и было бы за вот единицы. Но вставка в начале дорогая. Еще можно делать вот так вот. Но вот здесь вот правда буду вам отрывать руки и головы. Вот очень многие люди почему-то, я, кстати, сам раньше был таким, когда им нужно добавить один элемент в конец списка, пишут плюс равно список из одного элемента. не делайте так, делайте аппенд. Кстати, я тут... Да, вот важная еще операция, что у... Не сказал, у списка есть длина. Посмотреть длину списка можно при помощи свободно стоящей функции len. Что еще можно делать со списками? Так, у нас остается 15 минут, правильно? И еще примерно половина слайдов. Блин. Ну хорошо, давайте ускоримся. Что еще можно делать со списками? Можно получать недоступ по индексу. Как получить доступ к последнему элементу? Ну, можно взять последний индекс, то есть длина списка минус один. Но на самом деле Python поддерживает такой более компактный. Все-таки можно просто сказать минус один. То есть на минус один будет последний элемент, минус два предпоследний и так далее. Это может быть непривычно, но этим надо пользоваться, это реально очень сильно иногда упрощает код. Еще в питоне можно брать под списки. Если мы пишем квадратные скобочки 2,2,4, то мы берем все элементы со второго по четвертый не включительно. Ну, получаем, да, 2,3. Здесь, на самом деле, и на первой, и на второй позиции можно тоже использовать отрицательные элементы и получить все элементы от нулевого до минус второго. Можно в качестве третьего элемента указывать шаг, с которого мы берем. И можно опускать какие-то компоненты. То есть если мы опускаем начало, то это 0. Если мы опускаем конец, то это 12 списка. Если мы опускаем шаг, то это 1. Вот здесь у нас взять все элементы с шагом 2. И последний выраженный случай, если мы опускаем… Блин, должно быть на другом слайде. Должен быть на другом слайде. Да, должно быть на другом слайде. Если мы опускаем оба индекса, то мы на самом деле получаем просто копию списка. У нас был xs, сделали y его копия, поменяли y, а xs остался на месте. То же самое можно получить, если мы просто вызовем конструктор list от списка элементов. А у нас конкурс копия, то есть здесь мы… Да, это очень хороший вопрос, надо было мне на слайде сказать. У нас каждый раз здесь получается копия. В принципе, вы в питоне можете написать свой список, где это будет не копия, а view. И numpy как раз, если ошибаюсь, так делает. Нет, numpy или numpy, кто-то так делает. Но по умолчанию у нас копия, потому что это просто более простая семантика. Если вы что сделаете? Да, это один и тот же список. Соответственно, меняя список в xs, вы будете менять список в ys. Что еще со слайдами можно делать? Такие более исторические штуки, которые есть, но которые я в реальной жизни ни разу не использовал. Во-первых, операция слайса, в отличие от операции доступа по индексу, не проверяет выход за границу массива. Если вы возьмете первый из 100 элементов списка из 5 элементов, вы получите сам этот список. Все нормально. Если вы попробуете постучать в сотый элемент, у вас будет ошибка. Во-вторых, к спискам, к слайсам можно присваивать. Вот здесь вот у нас слева слайс из двух элементов x. Справа отравняется у нас список из двух nann. Естественно, nann стали на свои места. Ни разу в жизни мне это не было нужно. Я попробовал придумать пример, где мне это было нужно. Искусственно, у меня не получилось. Ну, можно там что-то придумать с решетом ротосфена, но тоже как-то очень непонятно. И самое прикольное, это иногда может даже бывает полезно. Вот у этого синтексис на самом деле есть некоторая первоклассная конструкция. Можно взять встроенную функцию слайс и передать ей вот эти самые три аргумента. и получить в дикторе объект, у которого тип будет слайс. И дальше можно список индексировать вот этим вот объектом. То есть вот это вот, все равно, что я бы здесь написал, двоеточие, двоеточие, два. И, естественно, вот мы получаем все четные числа. Да, тут еще появилась функция range, надо про нее сказать. Range делает в некотором смысле список чисел от 1 до 10. Но это вот не то, что прямо вот честный список списка, просто такая концепция. Арифметическая прогрессия, по которой можно проитерироваться, которой можно проитерироваться в список. Про это будет подробнее чуть позже, когда мы поймем, что такое итератор. Так, что еще есть? Есть строки. Про строки будет одна отдельная большая лекция. Пока что про них важно понять. Во-первых, у них API выглядит точно так же, как у списка. Можно брать длину, можно брать слайсы, можно обращаться по индексу. Нельзя присваивать. Если вы присвоите к строке, то у вас будет ошибка. Строки иммутабельные, в отличие от C++. И точно так же можно складывать строки и нажать. Это работает за интересное время, про это мы поговорим тоже позже. Набор таких случайных операций со строками, которые вам пригодятся, чтобы программировать что-нибудь. Во-первых, можно разбивать строку на строчке. Вот у нас здесь есть hello, перевод строки world, получили список из двух слов. Можно разбивать по пробельным символам. Можно избавляться от пробелов в начале и в конце строки. Вот хитрая операция join, на которую надо прямо посмотреть. Что она делает? Она берет список строк, берет какую-то одну строку и соединяет через эту строку разделитель все остальные слова. То есть мы сейчас A, B и C соединяем через запятую с пробелом. И вот получаем. Функции str. Можно скормить любой объект и получить строку. И еще такой вот новомодный синдекс из 5 на 3,6, про который тоже можем сказать. То есть мы перед строкой пишем букву F, а внутри строки в фигурных скобочках пишем какое-то выражение, то это выражение будет вычислено. И его результат мы увидим в строке. Еще важный момент. Видите, я вот тут упорно ставлю двойные кавычки, а интерпретатор иронично, упорно мне выплевывает одинарные кавычки. Но в питоне между ними разницы нет абсолютно никакой. Двойные одинарные кавычки абсолютно эквивалентные. Единственное, что тут нужно сделать, нужно принять решение, какой стиль кавычек вы всегда используете, и всегда использовать его. Я пытаюсь это сделать уже на протяжении, наверное, 10 лет своей жизни, у меня не получается. Я использую оба варианта кавычек, пожалуйста, ругайте меня за это. Да, да, кстати, тоже важный момент. Внутри двойных можно одинарные, внутри одинарных можно двойные. Это вот такой как бы способ, когда иногда… Спасибо, хорошее замечание. Когда иногда полезно специально выбрать какой-то стиль кавычек. Надо написать две фигурные скобочки подряд. Кажется. Если вы напишите просто фигурную скобочку, у вас будет статистическая ошибка, потому что он ожидает парную фигурную скобочку. Вам надо как-то эту фигурную скобочку заэскейпить. И вот если вы напишите две фигурные скобочки подряд, две открывающиеся скобочки и две закрывающиеся скобочки, то питон скажет, что окей, это одна фигурная скобочка. Ну, как вот в обычной строке. Как вам написать слэш? Вы пишите слэш слэш. Вот точно так же с фигурными скобочками. Можно записать перед строкой R, но я не уверен, что это сработает с интерполяцией. В общем, про строки будут позднее. Это пока такой минимальный набор того, что надо знать про строки, чтобы выжить в этом суровом мире. Туплы. Туплы, они на самом деле как списки. Опять же, у них точно такой же API. У них есть длина. К ним можно обращаться по индексу. Можно слайсы делать. Но туплы, в отличие от списков, неизменяемы. То есть, мы попытаемся туплу что-то присвоить, мы получим ошибку. При этом, да, надо понимать, что туплы неизменяемы на поверхности. То есть, если мы создадим список тупл из двух списков и попытаемся первый список мутировать. Кстати, вот функция extend, которую тоже я не говорил, а вот она здесь, она понятна, что делает. Она добавляет все элементы из этого списка в этот список. То у нас сам тупл не изменился. А вот в нем как были два списка, так и два списка остались. То есть, ID-шник вот этого списка, он равен ID-шнику в этом списке, потому что просто один и тот же объект в разные моменты времени. Но содержимое этих списков изменилось. То есть, у нас как бы нет глубокой иммутабельности. Но неглубокая иммутабельность есть. Туплы 2. Пустой тупл обозначается просто грудными скобочками. Тупл из одного элемента обозначается элементом и запятой. И вообще, на самом деле, скобочки вокруг тупла не являются синтаксисом тупла. То есть, это просто скобочки, это просто выражение в скобочках. А конструктор тупла — это запятая. Есть некоторые места в грамматике, где вам, чтобы написать тупл, надо явно скобочки поставить, но это нужно редко. И в целом некоторые стайл-гайды рекомендуют никогда скобочки не ставить, если это не нужно. Я к этому как-то так нейтрально отождусь. Мне кажется, что иногда их можно ставить, можно не ставить. А если можно не ставить, стараюсь не ставить. Зачем нужны тупла? Ну, такой самый частый способ использования тупла — это эмулировать функцию, которая возвращает... Вопрос? Нет? Эмулировать функцию, которая возвращает несколько значений. Например, функция difmod. Мы хотим вернуть результат от деления x на y и остаток. Ну, мы можем вернуть просто пар. Заметим, это вот не специальный синдексис вернуть пару значений. Это вернуть один объект, который является туплом. И чтобы этим, на самом деле, было удобно пользоваться, есть парный синдексис. Если у вас есть тупл, вы можете с левой от знака равенства тоже написать тупл и его как бы распаковать, если длины совпадают. Если длины не совпадают, у вас будет ошибка. Про это тоже будет чуть подробнее попозже. Да, важный вопрос. Есть списки, есть туплы. Они похожи и в целом взаимозаменяемыми. Какой и когда использовать. Ну, это правда, что, как правило, во многих ситуациях мы используем и список, и тупл. Каких-то жестких правил нет. Такое rule of thumb, что если у вас список гомогенных структур, которые могут быть произвольной длины, то вы используете список. И если у вас есть коллекция какой-то фиксированной длины, где все элементы имеют какой-то свой смысл, различный по смыслу, например, вы можете каждому элементу какое-то специальное имя присвоивать, то лучше использовать тупл или какой-нибудь класс. Про это будет, опять же, подробно позднее. Множество. Множество изображается в фигурных скобочках. Оператор in проверяет, есть ли элемент во множестве. Прикольный кусочек синтез питона. Можно писать not one in excess, но можно использовать специальный синтез not in, который означает то, что кажется, что он означает. Множество изменяемой штуковины. И прикольно, что по какой-то причине, на которой будет на следующем сайте, для множества нет литерала пустого множества. Если литерал пустого списка — это квадратные скобочки, литерал пустого туплые — это фигурные скобочки, то литерала пустого множества нет. Вам надо использовать вызов функции set без аргументов. Опять же, вот тут уже на самом деле можно заметить, что вот я говорю про коллекцию, и говорю, что для этого работает лен, для этого работает слайс и так далее, и так далее. Это правда, что в питоне у многих типов одинаковая API. И в частности, in работает для всех коллекций. Оно работает для списков. Здесь у него тут демкость. Какая будет, кстати, вот найти элемент в списке? Линейная, да, потому что надо все элементы списка пройти. Это список? Нет, нет, это список. Вот это вот честный список. И in работает просто каждый элемент, проверяя на равенство. Вот в сети in работает как раз за константу, потому что это хэш-табличка. Мы считаем хэш-элемента, идем в соответствующий бакет, там немного элементов, мы их все проверили, поняли, здесь или нет. Ну, вот для строк тоже работает, и причем можно аж целые подстроки в строках искать. Операции с множествами. Теоретика множественной операции, объединение, пересечение, симметрическая разность. Для них есть как вызов через c-таксис метода, так и вызов через специальные операторы. end, xor, pipe. Еще можно из множеств удалять элементы при помощи функции discard. У него такое сложно запоминаемое название. И это, кстати, прикольный факт, потому что вот такое наблюдение из практики. Очень редко, когда мы из контейнеров удаляем вещи. Когда вы что-то программируете, почти всегда вы сначала контейнер создаете, а потом просто из него читаете. Долго и мучительно, но никогда элементы из него не удаляете. Поэтому если вот вы что-то программируете, всегда оптимизируйте в случае чтения и добавления элементов. А в случае удаления можно они оптимизировать. И да, важный момент. Блин. Выгод... А, у вас еще и Java после этого. Я не могу вас задержать. Черт. Ладно. Важный момент. Set — это hash set. Соответственно, он требует, чтобы вы от элементов могли посчитать hash. И если в Java вы можете посчитать hash от всего чего угодно, то в питоне это не так. В питоне hash можно посчитать только от неизменяемых объектов. И от, например, списка, который является изменяемым объектом, hash посчитать нельзя. Поэтому положить список в set вы не можете. Почему нельзя посчитать hash от списка? Ну, чтобы сложнее было написать неработающий код. Потому что, смотрите, ну, как-то посчитать hash от списка можно. Взяли и посчитали hash от всех элементов. Через проксорили его. Отлично. Но представьте, что у нас есть список. Вы его положили в hash set по какому-то хэшу. А потом в этот список добавили новый элемент. И у этого списка как бы хэш поменялся. И вот он уже в этом сете должен был лежать в другом месте. Но вот он лежит там, где он лежит. И ничего вы с этим поделать не можете. И это, ну, на самом деле ошибка программиста. Python нас защищает от ошибки программиста тем, что просто не дает нам в самом начале положить наш список в set. Фух. Можно вопрос? Да. Что боится между set, discard и set? Set, discard и set, remove. Хороший вопрос. А в сете есть remove? Надо читать документацию. Я сейчас сразу не отвечу. А если сет нет этого элемента, просто ничего не делал? А remove кинет ошибку. А remove ругается, да? Да, да. Кстати, да, да. Это прикольный момент. На самом деле про похожий момент будет вот буквально сейчас, когда мы будем, да, рассказывать про словай. Тоже такое важное отличие сета от питона от джавы. Значит, словарь. Словарь хранит маппинг от произвольных хэшебл ключей к значениям. Синтексис достать элементы из словаря. Квадратные скобочки. И в питоне, если вы попытаетесь вот так вот из словаря достать что-то, чего там нет, он вам кинет исключение. Это отличается от джавы, потому что в джаве вы достаете из словаря что-то, что там нет, вы получаете назад null pointer. И это, опять же, делает питон таким более простым языком для программирования, потому что, ну, наверное, если вы что-то достаете из словаря, и его там нет, то это какая-то ошибка ваша, как программиста. И питон вам об этом сигнализирует сразу. Джава возвращает null, и потом когда-нибудь он падает с null pointer.exception. Если вот вы хотите специально обработать случай, когда в словаре этого элемента нет, есть метод get, который принимает ключ и принимает дефолтное значение. И, соответственно, возвращает ему дефолтное значение, если ничего нет. Потом еще будет рассказ про collections в дефолт дикт, но это потом. Да, еще можно присваивать и ударять элементы словаря. Так, блин, блин, надо про это рассказать, потому что есть домашка. Окей. Если мы возьмем у словаря метод кейс, то мы получим множество ключей этого словаря. И это будет честный сет со всеми операциями. Потому что ключи в словаре должны быть все разные. Если мы возьмем values, то мы получим некоторую коллекцию, которая множеством не будет, потому что, ну, значения в словаре могут повторяться. Вот если мы возьмем items, прикольно, что мы тоже получим сет. Потому что раз у нас первые компоненты различаются, то и вторые компоненты различаются. И на самом деле тут такой вот есть интересный квир копи, что вот раз мы получаем сет, то мы можем с этим сетом делать какие-то операции на обложке. Например, вот их объединять. Но вот если при этом у нас значения будут не hashable, то наши операции объединения сломаются. Потому что, ну, когда мы берем сет от одного словаря, сет значения одного слова, сет items одного словаря, мы знаем, что все items различные, потому что у них различные ключи. А когда мы объединяем два item из разных словарей, у нас может получиться так, что ключи различные, ключи как раз одинаковые, а значения различные. И нам это вот надо тоже как-то понять, а до этого надо взять hash, и если hash взять не получается, то все сломается. Проверять наличие элементов в словаре надо так. Можно проверять наличие ключа в конкретных ключах, но как бы зачем, когда можно проверять сразу в словаре. И вот начиная с предпоследней версии Python 3.6, Python еще гарантирует, что порядок ключей в словаре будет таким же, в каком мы туда элементы вставляли. Это на самом деле очень полезное свойство, потому что, как правило, в коллекциях, которые основаны вот на хэшах, у вас порядок итераций не определен. И более того, он различен от одного запуска программы к другому запуску программы. По-хорошему это не должно влиять на корректность вашей программы, потому что программа должна не зависеть от порядка итерации. Но есть один очень важный момент, когда порядок итераций очень хочется иметь детерминированным. А именно, когда у вас падает какой-то тест, то дебажный тест значительно проще, если у вас весь код детерминирован. Если вы делаете принт, и принт всегда происходит в одном и том же порядке. Вот Python этой гарантией итерации гарантирует, что, да, у вас такого лишнего детерминира в программе не возникает. Так, встроенные типы, да? Для сета это неверно. В сете порядок итераций не определен. Вроде бы, может быть, я соврал, но вроде бы не соврал. Значит, да. Главное про типы, что у похожих типов похожий API. У всех коллекций есть лен. Ко всему можно обратиться по индексу. Подробнее читать вот тут. Так, давайте быстро-быстро пощелкаем тогда за 2 минуты слайда. Выражение. Значит, есть if. Так, тернарный if. Так, вот это мы поговорим, значит, на следующем занятии. Цикл while тоже есть, вам понадобится. Truth и false. Да, вот это вот надо быстро сказать. Я говорил про функцию int, которая вам превращает число в строку. Вот функция bool вам превращает какой-то объект в bool. И семантика такая. Если там стоит что-то пустое, например, 0 или пустая коллекция, то будет false. Или none тоже будет false. Во всех остальных случаях будет true. И, соответственно, вот в while и в if на самом деле здесь нельзя, это нужно стоять bool. Здесь может стоять любое значение. Оно будет приведено к bool, используя вот эту вот как раз true, false и семантику. Вот это вот все это false. Все остальное true. Соответственно, писать вот так вот не нужно. Можно писать просто либо вот так вот, либо вот так вот. То есть если… да, у меня здесь вот xs некоторая коллекция, там список множества. И вот bool в операции тоже можно применять к объектам. В случае int и or там будет вот семантика. Вернем первое значение, которое в случае not мы просто получим именно настоящий bool противоположный. Так, цикл for. Есть цикл for in. Итерироваться можно по всему. Вот по файлу в том числе. Это вам понадобится для домашки, поэтому обратите внимание. Давайте это, наверное, пропустим. Это будет не нужно. Break со значением тоже пропустим, тоже не нужно. Continue не нужно. Так. Да-да-да. Глобальную мысль скажу. Вот. В питоне встроены типы очень могущественные. И в целом, как я уже говорил, не надо бежать за классами. Можно много интересных программ написать, просто используя то, что в питоне уже есть. И вот, в частности, интерпретатор маленького язычка программирования. Безо всяких классов, безо всяких импортов. Работает. Это не самый хороший код. Он специально написан проще, чем я бы написал в реальной жизни, чтобы не писать каких-то конструкций, которых у вас не было в первой лекции. Но в целом, это такая вот правда. Значит, что читать написано на сайте. Вот я еще хочу добавить в лекцию такую рубрику, что читать в транспорт. Я хочу после каждой лекции давать вам какую-то такую штуку, которую можете прочитать не обязательно, но было бы хорошо, чтобы вы прочитали. И вот так как я вам ничего не рассказал, прочитайте, пожалуйста, 100D Types. Там будет то же самое, что я, но уже формальным английским языком.